Ученики школы «Лидер» не просто переходят от экспозиции к экспозиции, а буквально шагают по страницам истории. Ее молчаливые хранители – экспонаты 19 школьных музеев, которые на целый месяц собраны под одной крышей артишока. Проводники – сами учащиеся. Если люди не будут знать прошлое нашей страны, то как они будут себя позиционировать в людях? Потому что в любой компании, если вы даже добираетесь до каких-то высоких должностей, там все равно будет история. И это знать обязательно. Десятиклассник Владимир Поликарпов признается в своем знании истории, уверен, но в ночь перед уверенной ему экскурсией все равно не спал. Штудировал материалы экспозиции через портал виртуальной музея Химки. Ведь задача экскурсовода – не просто рассказать заученные факты, но и ответить на вопросы посетителей, увлечь и заинтересовать. Я не могу выделить какие-то экспонаты, мне понравилось все. Я считаю, что очень важно рассказывать детям и даже таким подросткам, как я, о истории Великой Отечественной войны. Сделав круг, экскурсовод передает слово своему коллеге Алексею Журавлеву. Девятиклассник подробно рассказывает об экспозиции своей школы «Лидер». Музею всего несколько месяцев, но в нем уже собраны более 150 экспонатов времен Великой Отечественной войны и наших дней специальной военной операции. Большинство экспонатов, которые здесь есть, нам привезли именно учащиеся и родители со своих дачных участков. Просто нашли. Поскольку наш музей не очень давно создан, в 2024 году летом, из-за чего полномасштабных поисковых операций мы еще не проводили. Мало кто знает, но в 1941 году на месте школы «Лидер» находился третий рубеж обороны Химкинского направления, до которого немцы так и не дошли. Красная армия остановила оккупантов на подходе у деревни Крюково в районе сегодняшнего Зеленограда. Самая главная роль музея заключается, конечно, в военно-патриотическом воспитании. И в первую очередь дети, которые приходят в музей, знакомятся с теми экспонатами, которые есть, узнают об истории героев различных, узнают об истории различных событий, различных битв, особенно периода Великой Отечественной войны. Особое внимание в нашем музее мы, например, уделяем памятнику Ежи и тем событиям, которые в ноябре-декабре 1941 года разгорелись на Химкинском направлении в период Московской битвы. Следующим летом учащиеся школы «Лидер» намерены отправиться на масштабные раскопки и отыскать артефакты, которым есть что рассказать. Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров, Новости, Химки ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok